Приветствую вас всех садоводы и огородники моего канала и сегодня речь у нас пойдет о таком вредителе как белокрылка, как видите здесь на видео еще молодая капуста и кругом облеплена эта капуста с внутренней стороны листа белокрылкой, вот она как видите встряхивает лист и тут же взлетает эта белокрылка, мне это видео прислала моя подписчица, к сожалению она попросила остаться неизвестной, ну и это конечно ее выбор, итак друзья мои, как же бороться с этим вредителем, поверьте это вредитель которого практически невозможно уничтожить. Кто не знает кто такие белокрылки, это семейство небольших равнокрылых насекомых, объединяющие более полторы тысячи видов, несмотря на мелкий размер они способны найти существенный вред посадкам, причем более опасны личинки, поэтому активно используются разные средства борьбы с белокрылкой. Как видите на видео капуста уже большая, мы продолжали вместе с этой женщиной бороться с белокрылкой, использовали практически все народные средства, которые можно себе представить. Раскладывали рядом с капустой чеснок, делали из чеснока настой, также применяли уксус 200 миллилитров на 10 литровое ведро, ничего не помогало и попробовали использовать валерьянку, один бутылек аптечный на 10 литров разводится и опрыскивается, тоже не помогло. Использовали различные биопрепараты, в том числе фитоверм, тоже опять же ничего не помогло. К сожалению белокрылка не останавливается на капусте и также нападает на баклажаны, тоже любит откладывать личинки на листьях баклажан. Она появляется на рассаде овощных культур с крупноклеточными рыхлыми тканями, чаще всего это томаты, баклажаны и другие, ее можно найти на внутренней и наружней сторонах листов пораженных растений. При механическом воздействии встряхивание бабочки и разлетаются, как я вам и показал. Они предпочитают места с повышенными влажностью и температурой, загущенные посадки. При понижении температуры до 10 градусов насекомые погибают, однако их яйца спокойно выдерживают даже зимние заморозки. Основной вред растениям наносят личинки белокрылки на разных стадиях своего развития. Они подобно тле активно высасывают соки из листьев растений, причем на первом этапе роста личинки бродяжки. Способны перемещаться по веткам и выбирать наиболее вкусные для них побеги. В процессе питания они выделяют сахаристую липкую жидкость. Последнюю очень любят муравьи. Также она может стать средой для размножения сажистых грибов, которые образуют черный налет, препятствующих прохождению солнечного света. Это в свою очередь приводит к снижению процессов фотосинтеза. Когда личинки готовы превратиться в бабочек, они становятся малоподвижными, бледно-зелеными и могут покрываться восковым налетом. Как я ранее и говорил и вот я вам сейчас показываю, что мы проводили очень много обработок, много опрыскивали, использовали прилипатели естественно, все равно никакие препараты не помогали. Если все возможные способы борьбы с белокрылкой, поселившейся в теплице или в открытом грунте, вы испробовали и они оказались низко эффективными, только тогда специалисты советуют прибегнуть к использованию химических препаратов. Конечно, еда химикаты намного эффективнее народных средств, однако они отличаются очень высокой токсичностью. Допустим, к примеру, давайте разберем эти препараты. Биатлон, Танрек, Цветолюксбау, Октара, Конфидор, Окарин, Искра, Фитоверм я как говорил уже использовали, не помогло, Актеллик. Итак, друзья мои, вот из этих препаратов мы выбрали еще раз попробовать химическую обработку сделать и использовали Октару. Ну я вам скажу, что мы использовали согласно инструкции две обработки, с определенным промежутком времени, тоже согласно инструкции, но в итоге даже Октара не справилась с белокрылкой. Октару мы развели в следующих пропорциях, 1,4 грамма мы развели на 5 литров воды и провели, как я и говорил, две обработки капусты, баклажан, но ничего нам не помогло. Количество белокрылки, конечно сократилось, но незначительно. Так что мой совет нашим ученым, брать белокрылок для изучения ихнего иммунитета против всех видов отравляющих веществ. Напишите мне пожалуйста в комментариях, какими вы пользуетесь средствами в борьбе с белокрылками и тем более те средства, которые действительно эффективны. Желаю вам всем больших и хороших урожаев, никаких вредителей на огороде. Подписывайтесь на мой канал, ставьте палец вверх. Всем пока, пока.